Здравствуйте, уважаемые блогеры! Сегодня ускорение 20 апреля. Жизнь оживет на этом. Живёт не на этом перегрёздке, а живёт и здесь. И вот мне по селе показать пару слов. Спасибо, что меня слушаете. Я не случайно разместил фотографию, на которой папа Ринский целует ноги. Я не могу сказать, что мы в этом плане проигрываем. Довцы церкви одни из самых образованных людей в мире бывают. Да, в этом плане Павел II Иоанн начал крестовую походку с коммунизмом, и они победили. А в конце, в проповеди на начало века, нового, миллениума, Иоанн Павел II сказал фразу, которая почему-то проходит не в уши. Она звучит так, что с уходом коммунизма ученичество ничего не пробрело. В коммунизме было для него рационально. То есть, понимаете, вот те люди, которые управляют церковью, стоят во главе католической церкви, они тоже чувствуют определенные изменения в какой-то мире. И в этом плане Павел II, в общем-то, и был основным вдохновителем технического похода. Потому что мы, наши идеологи, с чем не справились, он справился и, так сказать, во многом обыграл нас. И вот сегодня тоже в главе церкви стал один из самых бедных кардиналов церкви католическая церковь, которая была в Латинской Америке. И его приход во главе папства, он разменовался тем, что католическая церковь веско меняет вот свое отношение к богатству, пути. И вот эти жесты, они же не случайны. Идет к людям, он просит прощения. Они попросили прощения за инквизицию, которую они устроили, за геноцид Латинской Америки, когда фактически все индейцы были вырезаны. Он пробывает ноги, целует в пастве. Это знак символический. Это говорит о том, что идут очень серьезные изменения внутри главного нашего партии католической церкви. А мы, к сожалению, так же как отцы КПСС, мы все лежим на лаврах, на печи, и не понимаем, что нам давно брошен вызов, цивилизационный вызов, что нам нужна другая политика. Другие люди. Другой темп развития страны. И скорее другая хвата. Ничего этого нет. Но мы тогда не поняли коммунисты. И таки потеряли страну и империю. Романов не понял. Хотя ему предлагали все те же реформы, которые делал и Веним, и Сталин потом. План Карло. Начинался при Романове. Система всеобщего образования. В 2008 году начиналась обязательная система четырехклассного образования. Где, кстати, формальную логику преподавали. Это все начиналось при Романове. Стабилизация начиналась при Романове. И ВПК строит Романов начиналась при Романове. И так далее. К большевики нам подходили. Но вот такая ситуация. Но, к сожалению, они проспали.